Всем привет и добро пожаловать на четвертую часть серии зумов просто внезапно появилась и мы поговорим о духах россии никого здесь нет зумах и я могу всем чем угодно и вы просто посмотрите запись и узнаете о чем здесь это было и так привет меня зовут саду лингран я фасилитатор разговоры с участиями из финляндии и и я делаю эти зумы уже 4 зума в этой серии и мы начали с духов севера мы делали это сегодня из норвегии и мы были создали это вместе таки давайте поговорим о сущностях там северных странах в норвегии швеции скандинавии потому что они как будто в присутствии и требует нашего внимания мы сделали это или было весело это было легко и ух ты это прикольно и затем были вопросы для других стран разных областей и не мы делали духи южной европы испания португалия эта область и восточной европы и они все были разные и это очень интересно ощутить насколько разная энергия доступна в разных местах на этой планете и это точил датсу что это за энергия сущности и возможности доступны в россии и в этом пространстве и для всех существ которые живут там и так это духи россии и и также написала по языке что вам нужно выйти русских чтобы вы частью этого сумма чтобы все могут получить любого пространство это планете может и энергия сущности они не зажатые в этих границах в языке что мы там решили еще наш ум определил и всего что не позволяет вам получать за пределами и границ которые мы создали нашим умом пожалуйста кстати уничтожьте райт рамгу и бэдпок подлечить по измельц и те кто не знает что это разговоры с сущностями это особенный класс собак сконченность мы используем инструменты чтобы получить больше легкости больше веселья с сущностями и на других зумах мы говори там что-то такое какое-то все началось и вы можете по всем этом узнать если вы послушайте предыдущие зумы или пасе вы можете посетить веб-сайт тактозависи.com и и это будет перевод на русский на другие языки так что у вас нет оправдания почему не можете послушать и другие зумы тоже можете ими поделиться и посмотреть и разговор с участием был сознательно на хара она приемная дочь гарри дугласа и я не помню сколько уже лет в общем ладно есть серия звонков который называется сущности земли и она изменила это на духе земли это серия звонков три звука и вы можете послушать послушайте звонок с точки зрения шина я рекомендую пожалуйста и классно и так куда же мы отправимся ну дайте дайте знать если вдруг у вас есть вопросы там написать в чате или включить звук ну это интересно что всего несколько человек здесь так что у вас такое такая час частная сессия с сущностями и еще одна вещь с сущностями очень многие люди говорят что они их не воспринимают не получают их не слышат они как будто бы не существует для них но одна из вещей как мы можем их воспринимать знать что они и что мы можем опустить барьеры что какие стены барьеры мы подняли в прошлых жизнях сейчас мы можем создать и позвольте все ваши барьеры просто рухнуть и позвольте еще больше 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 лучше и многих многие из нас выучили что способ выжить в этом жизни это понять барьеры тогда нам нужно вообще замечать все что происходит то что вам не нравится то что странно или может вам причинить боль и вы понимаете все эти стильные барьеры на и не просто отделяя от вас от того что вы решили все что правильно и правильно у вас также кончилось всего остального и все что вы решили что вы не можете получить потому что слишком плохо и вы подняли все эти стильные барьеры можете рассознать уничтожить ратором губе так полную часть боя себе он и и это не то что мы не можем воспринимать существенно когда все эти барьеры но мы не можем воспринимать вообще ничего что идет к вам в направлении класс но в том числе и деньги и что иногда происходит когда опускаем барьеры и мы работаем с получением с участием и получаем больше денег потому что буду дал этих барьер больше нет и везде все что не позволяет воспринимать играть сущностями и прибыльными как сказать и чтобы они приносили прибыль вам давайте вы можете получать от сущностей но вы также можете практиковать получение в общем получать от всего от всех не только от сущностей но от людей и от чего угодно и все что не позволяет вам раздемичь сожигать и и хотелось сказать на час об этом я забыла что же это было мы говорили про стены и барьеры ну ладно ах да сущности что это знаете очень по быстрому расскажу потому что я об этом в прошлых зумах и сущность это любая энергия у него может быть тело может не иметь и мы тоже сущности но у нас есть тело в этой жизни и и так много других вещей почему можно поговорить что искусство книга музыка но не знаю ваши кофе у всего есть определенная энергия которую мы вы можете определить энергия и все определения какие у нас есть в себе которые ограничивают нас чтобы быть без причины сущность 8 и если мы говорим о духах земли это типа основной основной темы этого звонка так много у этих существ и нет определения они не вписываются в те определения какие у нас есть и мы пытаемся их определить основываясь на всех этих определениях что у нас есть и мы уже теряем восприятие их все эти вещи все эти существа которых вы осознаете которые вы определили и можете рассадать что вы тратер он бывает по полной счастью 8 бьенз к его интересные энергии и все сущности существа энергии которые вы определили как что-то зафиксировали можете это рассадать что же тратер он бывает по полной счастью 8 бьенз и сколько существ земли пытается заполучить ваше внимание и вы их игнорируете потому что они не вписывается ваше определение всего это можно вас стать уничтожить райтер он бывает покупал на счастье 8 бьенз и это касается всех сущностей но особенно духов земли что линии вписываются в эти определения и они такие разные у нас это много этих историй сказок которые мы рассказываем своим детям и всего это но это то как наш ум пытается определить что мы верить или то что мы восприняли но от не обязательно правда или может быть наполовину правдой и мы просто прицепляем к ним какие-то определения но они так как бы я не хочу обращать внимание и везде где мы это делали а можно это все развернуто это любят покупала часть 8 бьенз и не знаю если вы слышали о чем мы говорим в аксесс и наш ум он определяет то что он уже знает он определяет только ограничение это реальности и все что не позволяет вам оставить своего давайте разными все же мать вам выводят покупал на счастье 8 бьенз ваш ум может определить только то что он уже видел или то что знает и это очень интересно когда мы говорим про разные истории или сказках и все что мы определили как нереально и она откуда это все идет но если ваш ум может определить только что он уже видел то откуда все эти истории идут и все что не позволяет нам иметь этого осознанность за пределами истории можем рассыдать уничтожить райдерам бывает пока получать 8 бьенз и и все определения которые вы купили из других историй о духах о духах россии может знать уничтожить расставить райдерам будет покупать 8 бьенз и все определения которые мы купили о сущностях и которые не купили о себе и приняли на себя и можем все это назвать отменить отречься от них рассознательность и сколько существ и не получили потому что вы не определили все это можем рассказать уничтожить и позвольте себе получить их сейчас вы готовы получить что-то и говорить с чем-то или просто воспринять что-то о чем вы не имеете никакого представления что боже мой какого черта и все это давайте рассыничтожим райдерам бывает покупал еще из 8 бьенз и это одна из основных причин всех этих разговора сущностях о духах земли которые определились какую-то темную историю потому что они такие другие у них нет определений для этого и они поэтому пугают нас если мы чего-то не знаем если наш наш ум что-то не может определить это нас пугает и и все эти монстры в лесах и везде где мы определили что мы знаем что такое странное поэтому мы и интересная обнаружила я жила в других странах какое-то время и вернулась финляндию через пару лет и я обнаружила эту энергию которая была очень темная и она просто отталкивая и очень хотел не смотреть и нет нет и я тогда обнаружила что это на самом деле духи земли в Финляндии и они показываются но им самим страшно показаться и они показываются такими темными чтобы люди не ходили в их дом в леса чтобы разрушить их дома и это просто способ защиты и тогда минуточку и что если бы я не стала вовлекаться в в эти страхи я просто ходила по лесу привет привет и и что если не нужно как бы прятаться за то что кажется пугающим для других людей все это можем разрушить и сколько вещей о себе вы сделали чтобы вы выглядели пугающим чтобы никто на вас не смотрел все это можно чтобы уничтожить и мы делаем очень много сами с собой и мы это делали когда были типами не нужно посмотреть на это и мы тогда это воспринимали что пугающее темное и и просто решили что нет мы не хотим на все это смотреть мы даже не смотрим а что же там такое мы смотрим под все эти темные слои и что если мы будем поближе нет нет я не хочу туда заглядывать и все везде где вы это делали можем все это расстать и уничтожить про это рассказывал и нет 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 я и я не могу рассказать эту историю это просто ужасно и ты просто не будешь моим другом больше и я не могу сказать тебе и нет 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 я останусь твоим другом и тогда ну ладно ну пожалуйста никому не говори все это когда мы были детьми мы бегали голыми со своими друзьями и лежали на земле и играли такой и это вообще какая-то не жаль самая безумная вещь который ты когда-либо делал и дэйн когда был маленьком когда он был этой энергии он просто как бы воспринял эту энергию что это очень плохо это пугающе это не очень хорошо и сейчас он просто посмотрел ух ты ну что-то не так уж и плохо и везде где вы делали это с собой и везде где вы поднялись в тему сущностями и духов земли и и решили все это плохо это ужасно и можно все это расстать и уничтожить и каждый раз когда вы видите этот знак не смотри сюда и что если что быть присутствует и таки а ну ладно что там давай посмотрим что там и очень много раз мы позволяли себе посмотреть и все что не позволяет нам можем расстать уничтожить и духи земли кто они духи природы и мне интересно какие названия у вас есть для этих духов и я знаю очень много английских слов финляндских и в финляндии у нас есть очень много слов для определения всех этих существ больше чем в английском потому что история как бы с духами земли более специфично для финляндии и бывает так что в одном языке существует слова в другом языке их не существует есть ли у вас такие названия на русском и и вы знаете как перевести на английский нет нет у нас вообще нет никаких духов природы и везде где духи природы были и страна интересная такая большая и пространство огромное есть разные зоны природы есть холодные жаркие части и там есть разное пространство для разных энергий и здесь где я живу вот какая-то похожие энергии но ваша страна такая огромная и все что они позволяют вам играть со всеми этими существами и ну может быть у кого-то есть вопросы да вам нравится вам нравится знаете вопросы Сату you know i just realized because a friend text me people cannot access the russian zoom and i think some of them are here and i just would like to welcome them in russian and i just would like to share my experience because right now i lived about three years in the hottest place of russia and originally i was born and grown up in kind of cold winter style life and actually yes the different the energy is different and the energy of different places in one area varies as well you did you get what i mean? i will just yeah и я поделилась историей что я около 3 лет живу в самой южной точке в Сочи хотя родилась в холодном климате и могу сказать что энергии действительно отличаются и даже внутри одного региона энергии разных мест тоже разные и не не это не касается не только разница между регионами, но и даже в одной внутри самого региона энергии отличаются и конечно как бы в разных регионах есть разнообразие и в каких-то регионах не так много существ, а наоборот их больше и порой если вам интересно поиграть со всем этим и вы можете отправиться в разные места и просто сесть там опустить барьеры и воспринять все что вы можете ощутить и спросить а кто здесь что это за энергия о чем я могу получить осознанность здесь и просто опускайте барьеры и позволите себе заметить все что вы не замечаете там вы идете в другое место и шагаете там километр отсюда и ощутите насколько энергия отличается и вы даже не представляете что может отличаться и когда вы начнете признавать это это то как вы получаете больше осознанности и все что не позволяет вам признать о чем у вас есть осознанность может и вы уже это знаете и вы знаете что вы идете в этот лес что он будет отличаться от другого леса но вы никогда не задумывались вообще-то как бы я осознаю что энергия отличается и все что не позволяет вам по-настоящему признавать свою осознанность может уничтожить и и поэтому это весело путешествовать в разные страны чтобы получить осознанность о существах разных мест и эти духи земли это все часть биологии экологии земли и и это духи земли и часть этой системы и и вы можете заметить что в каких-то городах нет пространства для этих духов земли и только эти здания и многие из нас ощущают что нет вот этой вибрации и ощущение что земля живая и нет нет и это связи землей даже в городах можно там есть воздух и все что не позволяет вам что начать признавать землю а также в больших городах можем отрастать и уничтожить и что если вы можете начать приглашать существа природы где бы вы ни были даже если в большом городе в огромных апартаментах все еще можете приглашать духов земли но когда он построили города мы как будто бы их выгнали отсюда и мы делаем это неосознанно а сейчас мы можем быть в осознанности приглашать их и все что не позволяет вам быть приглашением для духов земли чтобы создавать изобильную планету можем уничтожить райтронгл и и иногда в других зумах мы говорили об одно пространство где есть огромное здание где люди могут жить и там было это женщина прибыло ощущение но что это за духи природы как это почувствовать порой это случается что мы построим что-то они уходят другое место и все что не позволяет вам знать что духи земли они отличаются друг от друга можем также расстать и что это и порой мы думаем что не очень умные или умнее чем мы и возможно им требуется какая-то помощь и когда у вас есть это ситуация это допустим строится какое-то здание и вы замечаете что энергия какая-то становится тяжелой грустной как будто бы ребенок плачет и вот такие а секундочку здесь духи природы возможно не потеряли свой дом прямо где вот этот вот дом и возможно вы можете сказать так как бы отправлять в другое место вот там может быть место для вас и что если вы можете следовать своей осознанности типа вот там есть лес туда вы можете направиться просто вы можете сказать ну извините что построили этот дом над вашим местом и это то как легкой может быть коммуникация потому что мы думаем что это все очень сложно вам нужно там выйти там с одной рукой махать а другой рукой какие-то там звонить в колокол нет вы просто можете разговаривать с ним точно так же как вы общаетесь с чем угодно и с кем угодно они могут не говорите с вами словами не более энергетически и все что не позволяет вам быть в энергетической коммуникации может все это рассмотреть что это угодно и что это угодно и что я обнужила когда я общаюсь с сущностями они используют больше картинок но не то чтобы это какие-то видимые образы но это ощущение этих образов это картинка чего-то или иногда вы чувствуете слова но не всегда и везде где вы определили как осознанность в сущности должна показаться вам можете это расследовать не стоит разве он любит покупал на шерсть-поисимбионс и порой мы думаем что нам нужно их увидеть там увидите фей или там каких-то там делить их и мы теряем это ощущение потому что они не вписываются то что мы знаем и все линзы которые вы одели на себя чтобы избежать чтобы их воспринимать можно все это расследовать и уничтожить они не очень такие ну как будто бы вот так бум бумага скомкана или там пластик такой вот похожий шум ну это мне было постоянно но время три мне его сушил в комнате и особенно в этой комнате где я сейчас не в спальне но вот именно в этой комнате это забавно и но это была очень такая легкая не отвлекающая энергия и сегодня я общалась с моей мамой она приехала сюда и этот шум появился и она такая что потом это произошло снова и она такая боже это похоже странно и я такая ну это уже происходит парочку недель я такая и то же самое происходит и в моем доме пару недель и в доме моей сестры и я такая ух ты и когда она сказала это я вдруг ощутила появилась эта осознанность что я как будто бы там увидела это существовало такого небольшого размера примерно вот такого размера и я не поняла как они выглядят я их просто восприняла я просто определила что энергия вот такого размера когда ты заходишь в комнату и я такая ух ты это забавно что за существо и интересно что это уже произошло пару недель когда становилось холоднее возможно не просто на время зимы и всегда заехали и потом ну возможно для них это время для них уснуть на время зимы и и никого шума и как будто бы они уснули ну вы не можете это поставить какую-то систему с вашим умом с определение то к чему мы привыкли ну просто это может быть ощущением вот это так и это то что вы можете делать с сущностями особенно с духами земли просто играть со всем этим и и ух ты ну ладно вот кто здесь ага и это то как вы можете обращаться к этой энергии и все что не позволяет вам играть с этой энергией можно это задачу уничтожить и если бы я сделал это очень важно что это такое что мне нужно стих со всем этим почему они в моем доме ну я бы потеряла осознать обо всем этом и это просто вышло бы вне контроля и я бы ничего не могла с этим сделать и сколько вы делаете вещи значимые что вы не можете их изменить и все это может быть и если это не мы можем раздачу уничтожить поэтому получилась и мы поговорили немножко духах земли как они могут отличаться они могут отличаться также между собой как и люди не могут быть и грустными веселыми расстроенными силуэта и они не похожи друг на друга и что касается духов земли они очень веселые и радостные существа если вы не готовы иметь это радость веселье своей жизни вы не будете способны их осознавать да вы можете их заметить но вы не сможете получить этот уровень радости и все что не позволяет вам быть настолько веселой чтобы все это полагать может все это рассадать и уничтожить рейтинг и конечно в россии нет это это просто запрещено быть счастливыми по законам и это также если вы встречаете этих существа своей жизни или эту осознанность которую у вас есть мы становимся грустными потому что мы как будто бы теряем часть себя и мы отсекаем эту часть себя и мы не можем быть осознанными и мы можем все это рассматривать и нечистое и что потребуется для вас настолько счастливыми что все может быть изобидно все что этому не позволяет ватерси и уничтожим рейтинг и земля сама она не очень такая грустная она больше она такая расширяется ко всему и ага ну вот это вот это дерево зеленое это красное это золотое давайте давайте сделаем еще что-то но она такая о боже это цветок умер о блин нет не останавливайся никогда этого не делают но прямо такая ну ладно циточек умер ну что еще и все что не позволяет вам быть настолько значимой можем рассчитать уничтожить ватерингу и ватпок полна еще и сквозь и бьется но может быть у кого-нибудь есть вопрос потому что я вообще говорю без прерыва я пишу оставляю я пора я хочу пускать на истории как герри вынуждали о об этом lumber Распутин, может быть, вы знаете, что у него был человек в начале 20-х годов, который был называемый Распутин, и он был как-то премьер, и он служил Николай II, наш последний царь, и люди сказали, что этот человек, Распутин, могло улучшить решение о царе. И я спросила Сату о такой вещи, в некоторых книгах написано, что Гарри пришла с осознанностью в барах от существования, сущности, которая называется Рас или Распутин, и я напомнила, что в истории России в начале 20-х годов был такой персонаж, как Распутин, который служил царю, и многие считали, что он управляет царем, управляет Россией. И я спросила, это та же самая сущность или нет? И Ваксос не называть его этим священником, но монахом из России. Ну, это история баров, и Гарри был не счастлив в своей жизни, он спросил, что еще возможно, и тогда ему пришло это приглашение, ченнелить эту всю информацию. И это то, как эта информация пришла ему о барах, и я даже не знаю, кто давал ему первый бар. И в начале Аксесс, он очень много получал информацию через ченнелинг. Так, например, появилась книга о деньгах, и там была вот эта вот, та сущность, которая называлась Рас. Это был не Гэри, это была эта сущность... Это та же самая личность, а что же ты знаешь? Это почему я тебя и спрашиваю. Ну, я не знаю. Ну, я ощущаю, что это очень легко. Ну, кто ж знает. Ну, тем не менее, был забавный парень. И я не знаю, знаете ли вы, что такое ченнелинг. И ченнелинг есть это существо или сущность, которая идет к вам, и оно может быть против тела или говорить через ваше тело. И вы как будто бы отходите назад, и вы позволяете другим существам говорить через вас. Это то, что делал Гэри в начале Аксесса. Он сейчас этого не делает, но это может объяснить, как будто бы он так очень далеко, и он просто наблюдал за все это через тоннель. И все происходило в конце этого тоннеля. И после класса он вообще не понимал, о чем же он говорил. И это интересно, как бы, допустим, люди приходят к вам. Возможно, у них есть определенные способности или таланты, но мы как бы привлекаемся к этим подобным людям, не осознанным. И мы можем говорить с ними, потом они понимают, что же произошло. И все, что не позволяет быть более осознанным, чем другие сущности, можем все это рассознать и уничтожить. Right on the bad, пока полный счет, бойся и бьенц. Ну, просто спросить. И все, что не позволяет вам превзойти всех этих сущностей, можем рассознать. Уничтожить Right on the bad, пока полный счет, бойся и бьенц. Нет, не хватило твоего ответа и клирингов. Нет, нет, нет. Я не хочу больше тайны во всем этом раскрыть. Нет, нет, нет. И везде, где мы скрываем свою осознанность, о разных частях осознанности, можем все это рассознать и уничтожить. Right on the bad, пока полный счет, бойся и бьенц. И что вы все знаете о сущностях, о духах Земли, об этой планете, о своей стране, о земле, о морях. И из чего вы притворяете, что и всего этого не знаете. Все это можем расстраиваться и уничтожить. Right on the bad, пока полный счет, бойся и бьенц. И везде, где вас заставляли забыть, и что вы знали, что вы не можете говорить обо всем этом. И вам нужно не говорить об этом. И единственный способ убедиться, что вы об этом не говорили, вы просто забыли, похоронили так глубоко внутри себя. И все клятвые обещания, все контракты, которые вы заключили, чтобы всегда это удерживать в секрете, мы можем все это создать, уничтожить, отменить, вернуть, завершить. Right on the bad, покупал еще из бьенц. Прошу прощения, она за этот клиринг. Да, это было немножко длинно. Ну, сейчас ощущается легче, это очень интересно. И что вы все знаете об осознанности, и вы предваряете, что вы все это не знаете, потому что вы русские, и все, это можно рассознать, уничтожить, right on the bad, полный счет, бойся и бьенц. И что вы все знаете о духах земли, и предваряете, что вы не знаете, или вам не позволено знать, потому что вы русские, и все это, давайте рассеимничтожим, right on the bad, он еще из поиски бьенц. И, и, насколько вы знали, что вы не можете об всем этом говорить, и вы пытаете это скрывать даже от себя, вы начнете в речи, вы начнете брать себе, и находите всю эту ложь, и можете это рассыдать, и нечтожить, right on the bad, полный счет, бойся и бьенц. И все, что не позволяет вам всегда говорить себе правду, и всем остальным можете это рассыдать, и нечтожить, right on the bad, полный счет, бойся и бьенц. Или вы можете говорить с духами земли, и если вы иметь о чем-то осознанности и вы можете об этом совсем с телами или без сущностями или с духами земли или с другими существами с кем вы можете говорить обо всем том что вы имеете осознанность и все что не позволяет вам иметь этого фантазийного друга из вашего детства и уже мы уже поговорили много о чем за это время и ну может быть у кого-нибудь еще есть какие-нибудь вопросы у меня есть еще один вопрос и похоже я тут с чинели вообще это вопросы очень многие переводчики это делают но вы знаете что-то что-то мне кажется что я слышал 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 что наш страна очень спокойно и для меня это как-то дискрепанский between this spiritual abundance like, you know, mystery Russian soul and from the other side we are not as rich in money as we are rich in spirituality. How come? And I said that many spiritual doctors, who visit Russia, they say that in Russia is a very spiritual life. And I asked how it is actually possible, that we are rich in the way, but at the same time we are not rich in money. Why? 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 Please tell us our souls. And how many lives have you told us that you can either be spiritual or have money? And we all have to die. And we all have to die. And we all have to die. We all have to die. We all have to die. And how many lives you have to buy and sell? And we all have to die, that money is not spiritual, and we all have to die. We all have to die. And we all have to die. And in the end, when you are a bad guy, you have to die. We all have to die. Where is the wealth? the real wealth, the consciousness was потерhened by the spiritualism. You can start to die. And we all have to die. The writer, I'm going to die. I have to die. And the spiritualism is... The spiritualism is like a religion. And there is a point of view, that if there are money, you can't be spiritual, and all this is a thing. But the consciousness is all this. И сколько вы все купились, чтобы быть духовными и иметь денег, вместо того, чтобы быть осознанными и иметь все. И все это можем рассудить, чтобы у вас получать. Это очень забавно. И везде, где у вас есть все эти клятвы, обеты, зароки, запреты, обязательства и контракты, чтобы всегда быть духовными и не иметь денег, вместо того, чтобы быть осознанными и иметь все можно, все это завершить, расстать, отменить, вернуть, right, wrong, let, book, full choice, boys, and business. Это было очень забавно. Россия создала духовность. И все, что вам нужно было иметь, дело всем этим. Чтобы у вас не было денег, можем все это рассудить, а сейчас у нас будет, пока получилось 8 минут. И везде, где Россия была частью создания духовности, как подавление осознанности, можем все это отозвать, отменить, отречься, завершить. Рассудить, расстать, уничтожить райтерам, глобать, пока он еще есть, boys, and business, и позволить настоящей осознанности быть, осознанности этой планеты, и осознанности всех существ, всех тел, чтобы быть изобильными. И создать вам деньги, в том числе и все, чтобы спать, это два терца и мечтожим, райтер, он говорит, пока он еще есть, boys, and Beyonce. Это очень интересно. I think next Zoom gonna be entities and money. Я думаю, если еще Zoom будет деньги и сущности, ну, боже мой. Да, это огромная тема. Да, я бы гоняла этот клиринг про духовность, осознанность и деньги. Ну, это могло бы изменить. И для меня в том числе. Класс. Ну, есть еще какие-то вопросы? Actually, I sense that there are some kind of questions, but I prefer to stay on mute. Ну, вообще-то, как бы, я чувствую, что есть какой-то еще вопрос, но я предпочитаю оставаться в тишине. And, you know, it's kind of a feeling, like, some people hide themselves behind entities. Sounds weird. И такое ощущение, что люди скрывают себя за сущностями, и часто она говорит, нет, ну, вообще-то люди скрывают себя и за другими людьми. Ну, и иногда мы используем сущностей. И это может быть очень длинный разговор, но мы делаем это с людьми, с сущностями. И мы даем сущностям силу над нами, и это больше как... И это еще другой класс. И, ну, возможно, мы об этом поговорим на классе «Разговор с сущностями». И везде, где вы делаете любую сущность человека более сильного, чем вы, и что вы знаете? Можно все это отменить, отречься, завершить, вернуть, рассачивать, что вы делаете ромбовы, как получилось по симбионсу? Ну, может быть, еще какие-то короткие вопросы? Чем те вопросы, которые нас приведут к разговору на час? Потому что, если нет, тогда бы я вас всех поблагодарила. Спасибо, я очень благодарна за это. И мое сердце, оно просто распространяется. И, вообще-то, я буду в России в январе, в Петербурге. И что еще, возможно, если нужно больше информации, вы можете посмотреть другие зумы, не перейдя на русский. Или вы можете послушать серию звонков Шеннона «Духи земли». И я оставлю всю эту информацию на Фейсбуке. Ну, что ж, отлично. Спасибо большое всем. Пока-пока. Если просто подеришься с записью, да, конечно. Конечно, я оставлю запись на Фейсбуке. Спасибо большое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok